Отборческая студия позитивного мышления и стилопозитивной мысли Татьяна Салмановна и Макту, Саня. Это видео загружаю, видео у меня загружается, которое я только что засняла. Это букет цветов, можно на зарядочку поставить, так что организовать технические вопросы, технические моменты. Букет цветов на зарядочку, как это получается. Совершенно шикарно это получаем. Сейчас принесу макет цветов туда, нужно его поставить сюда. Вот так. Вот так. Вот так. Вот так. Вот так. Макет цветов на зарядочку. Вот так. 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 Зарядочку. Нужно еще принести зарядное устройство. Сейчас поднесу зарядное устройство. Вот так. 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 Д следует. Пропущенную вызову, надо было мне ответить, как-то красиво здесь, а уже немножко время, знаете, вот это вот, время тут шепчет, время шепчет. Надо было в сумочку положить, в телефон, пропустила пропущенные вызовы, немножко двигать сюда. С вами я, Татьяна Салмановна Мактул Саффи. Книжку, читаю книжку из моей библиотеки. Сейчас я переставлю, переставлю этот компьютер. Покажу все крупным планом. На зарядочку. Сейчас еще небольшие технические вопросы. Ой, кошечки отдыхают. Сейчас момент, как здесь красиво, букетик цветов красиво стоит. Красиво. Нужно так в дизайне красиво сделать, чтобы видны были вот эти цветы. Книжка. Поехали! Продолжение следует... 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 день вы знаете что надел еще раз читаю это предложение а теперь можете сделать то что я делаю каждый день поцелуйте свои пальчики ладошку или коленку они заслуживают это так что вот так что наталья правда на каждый день целует свои пальчики ладошку или коленку если вам сложно переступить через внезапное возникнувшая внутренний барьер то погладьте себя еще раз может быть потом вам будет проще себя поцеловать а если получилось сразу то вы просто молодцы так следующая страница какая у нас 163 перелистирую на 164 для сильной половины человечества это упражнение может коса показаться несерьезным для сильной половины человечества это упражнение может показаться несерьезным тогда попробуйте другой вариант который я надеюсь, устроит и женщин, и мужчин. Хвалите себя и скажите, все, что я делаю, очень хорошо. Я само совершенствую во всех отношениях. Моя любовь растет во мне и приносит мне счастье и успех. Правило номер два. Наполняем мир любовью. Вот мы и подошли к самому главному, хотя все, что мы с вами делаем, очень важно. Начиналось все с маленького росточка. Он нежный и трепещущий. Был спрятан где-то там, в глубине вашего сердца. Сейчас он растет и скоро с огромной силой, как фейерверк вырвется во внешний мир. При этом произойдет настоящий взрыв эмоций, радостных переживаний и, конечно, любви. Меня так и подпитывает сравнить эти ощущения с переживанием оргазма. Об этом чуть позже, во всех подробностях. Так она пишет в скобочках. Об этом чуть позже, во всех подробностях. Потому что они действительно очень похожи. Все, что вы делаете, я уверена, что вы делаете все абсолютно правильно. Приведет вас именно к этому. Ваша любовь вырвется наружу. Она просто не сможет остаться внутри. Любовь, ощущение божественное, а значит, безграничное. И я вас сам поздравляю. Это потрясающе. Это действительно здорово. Когда вы начинаете понимать, что происходит что-то доселе, небывалое и неведомое. Как будто какой-то веселящий газ наполняет вас пузырьками радости. И они вырываются наружу. Вы станете праздником для себя. И, разумеется, для всех окружающих. И поверьте мне, недостатка в поклонниках и друзьях вы не будете испытывать никогда. Если нужно, честно говоря, несколько предложений, нужно еще раз прочитать. Хорошо, хотя бы одно предложение. Еще раз. Знаете, вы станете праздником для себя. И, разумеется, для всех окружающих. И поверьте мне, недостатка в поклонниках и в друзьях вы не будете испытывать. Так, следующая страница. Все придут на праздник вашей жизни. Все придут на праздник вашей жизни. Могу сказать вам по секрету, что у меня уже получается пребывать в состоянии счастья практически постоянно. Вы знаете, мы с вами уже нашли. Смотрите, Светлана Ермакова 30 лет живет без плохого настроения. А Наталья Борисовна Правдина, смотрите, могу сказать вам по секрету, что у меня уже получается пребывать в состоянии счастья практически постоянно. Наталья Правдина живет в состоянии счастья практически постоянно. 165-я страница. Так что вот, дорогие друзья. Работаем над собой, дорогие мои. И передаем эти волшебные плоды, знания и опыт другим. Так что вот. Любящий себя человек становится благословением для окружающих. Хочу поделиться с вами, драгоценные мои. Так, хорошо. Там у меня видео загрузится на мой канал Ютуба. Такое все интересное. Перечитайте, знаете, на самом деле упражнения для расширения состояния любви. Это на следующей странице. Я источник любви и радости. Я свет и сила. Я светоча любви во вселенной. Просто Татьяна Салмановна уже хочет, знаете, вот это вот. Ах, а во сколько открывается, знаете, вот это вот. Ла Кафе де Бьюти, знаете, ресторан для Ла Кафе де Бьюти. Хочется, сейчас буду готовить себе. Мам такой гранд-ресторанде на моей кухне. Мой такой ужин, как в Париже. Хочется кушать, сделать, ну что. Вот, сейчас буду готовить себе такой стелот. Сейчас помою помидорку, огурчик, который я купила в магазинчике. А, огурчики я покупала в магазинчике Семишага по очень хорошей цене. А помидорки я купила вот в этом магазинчике Магни. Тоже, в принципе, хорошие помидорки. Яйца у меня вареные, сварены. Так что помою помидорку, огурец, полосну кипяточком. Вот, почищу это куриное яйцо. Даже, может быть, два. В общем, сделаю салат. А, еще мне нужно макарошки отварить. Макарошки, суевое мясо. Ну, сейчас буду себе готовить ужин, как в Париже. С посолочным маслом чуть-чуть, с майонезиком, вот, с кетчупом. И бутерброды, конечно, не знаю, какую я икру открою. Красную или черную? Обе открою. Вот. Симитированные черные или красные икру. К чаю миндальные пирожные. О, до любви. Ну, да. Молитва-медитация для обретения счастливой любви. Ах, а дальше тоже бросаемся в океан любви. Я излучаю чудесные волны света и любви, получаю их обратно приумноженными. Я желаю для всех, и для всех, я желаю для себя и для всех высшего блага. И сейчас я получаю его. Я люблю каждое живое существо на этой планете. И во всем мироздании, и всему приношу только радость. Это 169-й, я только отрывки, сейчас еще отрывочки, отрывки такие читаю. Тут, наверное, можно найти ответы на разные вопросы. А просто, знаете, пролистываю, пролистываю книжку. Дальше, вот. Секс – это дар богу. Энергия секса. 177-я страница. Энергия секса – это творческая энергия жизни. Энергия секса. Энергия секса – это творческая энергия жизни. Энергия секса. Секс – это дар богов. Здесь, наверное, о тантре. Дальше идет «Доставляем себе удовольствие». Кстати, в какой-то книжке, наверное, знаете, я люблю секс. Какая-то такая книжка у меня еще была, Наталья Борисовна Правданная. Может быть, я там, наверное, у нее прочитала. Что, знаете, нужно себя вообще к этому делу готовить. Нужно, знаете, вот, когда узнаешь, что, а, как говорится, вот, до этого такого, ну, вы поняли, да? Как же там, наверное, в ее книжке. Давайте вот эту вот, как бы, той книжки сейчас у меня нету. Написано ли это здесь у нее? Что нужно себя заранее готовить, чтобы быть уже такой, ну, у нее разные медитации. Знаете, вот это вот такая волшебная, как бы, я уже загружала на мой, на мой стрессе ВКонтакте. Светлана Салмановна через дефис, Мактуса Исудин через дефис, вот, там, о любви, вообще ритуал с Розой. Вот, в ее книге, наверное, читала, что нужно, знаете, вообще, знаете, к любви себя как-то заготовить и так далее. Ну, я вам не буду так особо пересказывать, вот, чтобы так это вот это. Ну, если увижу здесь, то прочитаю вам упражнения для развития харизмы и привлекательности. Она просто, о чем пишет, что мужчина намного быстрее возбуждается, чем женщина. Ну, что-то какая-то такая, в общем, какая-то, что-то там такое, вот, на эту тему. Что-то просто смотрю, здесь тоже атампы у нее есть. Философское отступление. И первоприятие, первопричина чудес в нашей жизни. Медитация для привлечения любимого человека. Это я вам заголовки дальше листаю, смотрю, есть ли здесь тантра. А что нравится мужчинам? О, здесь вообще много всяких такого интересного. Что нравится мужчинам? У меня даже подчеркнут, вы даже выделены у меня. Что нравится мужчинам или школа женского очарования? Ох, да, здесь тоже, знаете, как-то так. Быть, наверное, маленькой, привлекательной. Тут американские исследования, в общем, какие женщины нравятся мужчинам, любовь, восхитительная основа жизни. Устраняем помехи на пути любви. Триумфальное шествие женственности. У меня даже так вот подчеркнут, выделенные подчеркнуты. Что, чем отличается привлекательная женщина? Безусловно. Безусловно. А вы как думаете? Безусловно. Своей внутренней силой, своей женственностью. Та богиня красоты, та богиня красоты, смотрите, как написано поэтически, которая живет в каждой дочери Евы, только и ждет того момента, когда ей позволит выйти и ослепительно засыпать, чего там, ослепительно заснять во всем своем, засняться в своем великолепии. Она, наша внутренняя богиня, наслаждается своим фактом своего существования и переносит эту радость на остальные человеческие существа. Ну, в общем, да, я бы сказала, знаете, чтобы никаких подробностей таких не говорить, в общем, себя, себя нужно, знаете, знать, себя, в общем, как-то изучать, изучать. Знать, что тебе вставляет удовольствие. Вы понимали, да, что я хочу сказать? Так что вот, это 28 минут позитива со мной. Статьяна Салмановна и Мактум Сайфудик.